Всем привет! Не собирался я делать обзор на O4Unit, и это будет не обзор, это будет мое первое мнение о данном юните, когда я его только взял, распаковал, посмотрел на него, примерил его к своим квадрикам, где мог использовать, и, если честно, я немножко сгорел. Я не очень эмоциональный человек, поэтому как бы особо их эмоции здесь не оживайте, но все минусы, которые вот просто бросились мне в первые же секунды в глаза, вы здесь увидите. Итак, поехали на стол. Ребят, мы делаем что? Мы делаем, в принципе, я так понимаю, планируется, что мы хотим немножко подвинуть на рынке мелких модулей для вупов Волкснейл, он же Кадикс. Окей, возьмите в руки Кадикс, посмотрите на него и сделайте так же, как сделали они. Во всяком случае, не делайте хуже, а вы, ребята, сделали реально хуже. Начать с того, что все ожидали, что это будет 1С модуль, а это нихрена не 1С, то есть он работает нормально до 3, заявлено до 3,7, а по факту 3,5, 3,4, но вот с теми полетниками, которые под него уже заточены, там, да, можно вытащить что-то побольше, но все равно там это все надолго вам не хватит. На 3,3 вы уже должны быть примерно где-то около себя. Окей, ладно, хрен с ним. Хотя, почему хрен с ним? Все ожидали, что это будет 1С юнит, это не 1С юнит, поэтому ни разу не хрен с ним, не будем на это закрывать глаза. Второе. Он очень мелкий, очень много всяких навесных SMD компонентов, и эти компоненты так и норовят отвалиться. Я пока, слава богу, с этим не сталкивался, ну, поскольку я его только-только вот распаковал, на самом деле, я только-только делал видео на вот этот, который крест от BetaFPV, рассчитанный под как раз O4. Но тот же Ани, которому не засылали этот юнит, который покупал за свои деньги, в этом я точно уверен, поэтому относился он к нему не на... Относился он к нему, я думаю, все-таки как к своей вещи, умудрился моментально сбить там какую-то один из компонентов, снимая камеру вот как раз-таки с этого крепежа, с этого маунта. Вот я дам кусочек этого видео. Очень нежно. Голая плата, ну ладно, еще как-то плата зафиксирована, но вот это вот все. Сама камера, ну, очень нежно. У него постоянно шлейф отваливается сзади. Ну, вот у меня пока нет, у других я очень часто слышу, что шлейф сзади болтается. Вот это вот крепление, которое они используют для фиксации с винтами, оно тоже, оно хорошо садится вроде первый раз, а потом как его снять оттуда, если вам нужно другое крепление поставить. Но если вы, например, не хотите использовать это, а хотите использовать, например, обычные какие-то 3D-печатные маунты, они все делаются на очень тугом натяжении. И вот как бы один раз как-то вставив, очень сложно вытащить снаружи. И вот я сейчас пока вытаскивал, сковорнул один из чипов. Я нашел вот третий модуль у товарища, битый, который ему в целом не нужен, и я оттуда выпавил сейчас вот эту микрушечку. Ну да. Вот она, если что. Потом он бегал несчастный, искал, что это за компонент и как его припаять обратно. Вот я, кстати, установил этот маунт, и теперь, я так понимаю, у меня есть все те же самые шансы, как у него, что-нибудь себе оторвать. Ну, попробуем его снять, не отрывая ничего. Для чего я это дело сейчас снимаю? Потому что я хочу показать эту камеру еще и в своем видении. Что-то снял, но снялось это не так, как я рассчитывал. Надеюсь, ничего не отлетело. Вроде бы ничего не отлетело. Окей, вот такая камера. Ребята, вы хотите перетащить аналоговупов на цифру? Я предполагаю, что на самом деле мысль у вас именно такая. Окей. Вот аналоговая камера. Найдите, что называется, 10 отличий. Под эту аналоговую камеру у всех есть маунты, кто летает на аналоге. У тех, кто летает на улитке, у тех, кто летает на HD Zero, у них тоже есть маунты. И камеры, камеры везде примерно вот такого формата. Они не отличаются ничем. Окей, вы хреначите вот такую камеру. Дайте я покажу поближе. Окей, вы хреначите вот такую камеру. Кому это надо? Вам? Вам понятно, это надо. А всем остальным, кто вот сейчас купил себе O4 unit и хочет перейти на что-то, на него со своего аналогового там вупа, что ему делать? Вот такие стринги, которые используют практически все, ну, если не все, то многие, не подходят, естественно, не подходят. Они рассчитаны под камеру с длинным объективом, вот под такую камеру. Вот такие от бета-FPV-шные маунты, которые были рассчитаны, тоже не подходят. Стандартные то, что используют все на цифре, например, ну, на более тяжелых дронах, тоже не подойдут. То есть она сюда встанет, потому что она как бы квадрат. Окей, но будет выглядеть это вот так вот. Ну, ребят, вы для кого это делаете? Вы это делаете для себя или вы делаете это все-таки для покупателя? Если вы это делаете для себя, без проблем. Но вы делаете это для покупателя, для покупателя это неудобно. Вот, а реально просто неудобно. Я сейчас собираюсь перейти на O4, например, для своих каком-нибудь вупчиках там, да? Ну, вот на каких-нибудь таких вупчиках, где вот, например, у меня вот такая канопа должна стоять. Что я должен делать? Я должен сейчас броситься на Теневерс тот же самый, искать какие-нибудь варианты, которые можно перепечатать, которые можно использовать. А если у меня нет доступа к принтеру? А если у меня нет принтера? Ну вот сейчас я вот конкретно сейчас вот я распаковал, я такой хочу перейти на O4. Вот я купил O4. И что? И ничего. Я ничего с этим сделать не могу. Я наслаждаюсь тем, что мне предоставили DJI. Ребята, нахрена вот такая камера? Нахрена такая камера? У меня ответа нет. Матрица, 4К, все дела. Отлично. Объектив где? Сделайте объектив, то есть, ну вот, хотя бы что-то, чтобы это все дело можно было сажать в привычные нам маунты. Маунты, которые есть у каждого. Ладно, что вы сделали вот здесь? То вы сделали вот здесь. Что вот это за крепеж? Это плата, на которой навешан еще отдельно этот самый коннектор? У меня, как видите, еще и к тому же сам кабель коаксиальный криво сделан. Но, слава богу, хотя бы работает. Вот это что? Вот это вы что придумали? Что вы придумали и, главное, для кого? Для кого и для чего? Очень странно. То есть, народ, опять-таки, начал придумывать, каким образом это все дело можно крепить, как это все дело можно сделать, как усилить это все дело, чтобы не отрывалось. Ребят, вы что, издеваетесь? Почему нельзя сразу сделать все для людей? Почему нельзя сделать так, чтобы людям не приходилось что-то сразу начинать придумывать для ваших этих поделок? А реально вот этот 1С модуль, реально 1С модуль, это поделка. Это поделка первокурсника какого-нибудь технического университета, но никак это не продукт компании, которая на рынке вообще находится уже не знаю сколько лет. Первый камеродрон у вас появился сколько лет назад. А вы что делаете? Вот с этим мне что делать? Вот я хочу на свой вупчик установить ваш модуль. И не смогу. По поводу этих SMD компонентов, это все дело можно заливать компаундом и нужно заливать компаундом, тем самым HIM B7000. У Алекса в канале Stark FPV есть инструкции, что заливать можно, что заливать не следует, чтобы не перегреть эту плату. Но заливать вот это все вам надо, потому что иначе есть шанс, что вот это все у вас поотваливается нафиг. Ну ребята, ну что это за детский сад? Почему нельзя сделать нормально сразу готовый продукт для пользователя? У меня большие претензии. Ну по крайней мере хорошо, что обновить его можно и перенести файлы, не подключая к дрону. То есть вот отдельно от USB я только что проверил, питания ему хватает. Греется он при переносе файлов, конечно бы какое-нибудь охлаждение ему все равно давать надо. Ну что я могу сказать? Вот как человек, который просто для себя купил O4 юнит, в надежде его использовать на каких-нибудь 1С вупчиках или по крайней мере на чем-то мелком, я крайне недоволен. Ребята, на рынке много лет есть 1С юнит от улитки, то есть 1С юнит аватар волкснейл, волкснейл аватар. Возьмите его, купите, посмотрите, сделайте, как я говорю, так же. Не делайте хуже. В общем, пока у меня нет крепления для того, чтобы поставить вот эту камеру, нет конопы нормальной, чтобы поставить эту камеру на 1С вупчик, я его вот сейчас буду ставить на 2С вупчик. Это куб рама и вот с этой их конопой, вот непонятно чем, в принципе он сюда должен встать. Но лично мое мнение, это первый блин входа в рынок одноплатников мини-ВТХ, и этот блин у вас, ребята, вышел комом. Переделывайте срочно. Нормальное крепление камер делайте с обоих сторон, делайте нормальное количество памяти, те же самые улитки дают нам до 32 гигабайт. Здесь у нас, по-моему, 20, если я правильно помню. Делайте нормальную камеру, и вот это вот непонятно что, чтобы людям не пришлось думать, как же это все дело устанавливать на свои квадрики мелкие. Сделайте нормальный вынес. Ну, в общем, делайте, переделывайте, и будет вам счастье, потому что пока вот это все дело, это непонятно что. Ладно, всем спасибо, кто посмотрел это видео. Это лично мое первое впечатление при открытии вот этого O4 Lite юнита. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всем счастливо и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok